Уважаемые товарищи, значит, по повестке возобновляем работу. Уважаемые товарищи, значит, предлагается продолжить прение по вопросу о задачах партии, особенно просить рабочих выступить, настоятельно просить, настоятельно. Убедительно. Уважаемые рабочие, пожалуйста, к открытым микрофону выступайте, высказывайте. Задача на прошлом числе поставлена о внедрении в профсоюзные организации предприятий и формирование новых коллективов рабочих для дальнейшей борьбы. Постепенно выполняется. Работа ведется. Считаю, что направление правильное. Надо его только притворить в жизнь. Исполнить. Спасибо. Расширить и углубить. Товарищ рабочий, выступайте. Выступай. Будем вызывать по списку. Андрей Анатольевич, город Королёк, тут столько сказано уже всего хорошего и что наша работа это вообще счастье, которое мы так и в принципе и ощущаем, когда распространяем газету, например, или что-то, пораньше пришел на работу, пораньше встал, быстрее все дела сделал, то есть те люди, которые боятся какой-то работы общественной, зря они боятся, у них много теряет. Надо раньше вставать. Да, надо раньше вставать. Но вот общественная работа к этому как-то и обяжет, в принципе. Она много чего может обязать и пытается обидать. Многие даже сопротивляются к чему-то. В принципе, работа идет, конечно, я думал даже, что постановление прошлого съезда как-то намного меньше выполняется, но послушал за съезд. Очень много сделано, много людей разных, много я чего и не знал даже. Вот. Это мной много не сделано просто. Не хочу особо здесь этим кичиться, что я мало сделал. Так как работает общественное счастье, что мы уже слышали и поняли, если только могу взять на себя дополнительные обязательства по какой-то работе, чтобы больше его взвалить на себя и чувствовать себя счастливым. Ещё более счастливым. Ещё более счастливым. Ещё более счастливым. Да, да, да. То же, мол, мы ведь можем счастливым. Да. Ну, а в свете того, что мы… Несчастных из партии. А? Несчастных из партии исключают. Да, несчастные у нас исключаются. Становятся ещё более несчастными, я так думаю. Заткнутые в своих собственных проблемах и делах каких-то. Я думаю, сейчас им очень туго. Тем более все говорят, нам некогда, некогда, нечего делать. Какие-то там кредиты, какие-то ещё что-то. А это всё равно никуда не денется. Это каждый день. Это дурная бесконечность такая, которой нет смысла на неё отвлекаться. От общественной работы. То есть общественная работа она. Сколько можешь, столько и выполняю. Я сколько могу, столько и делаю. Могу раздать. Столько проходных вот раздаю. Могу собрание там, по-другому, ещё что-то, какую-то нагрузку нести. А так как в свете того, что уже здесь было высказано, что практически у нас нет больше коммунистических партий по определению, просто по сути партии, да, по факту у нас, то у нас единственная получается коммунистическая партия. Я не вижу никаких альтернатив и каких-то. Я думаю, люди, если бы посмотрели вот хотя бы наши видео все или ещё что-то там, подумали бы ли Ленин где-нибудь прочитали, что такое коммунистическая партия, соединение рабочего движения с научным социализмом, допустим. А где это, у кого прослеживается? Не у кого. Те люди, которые кричат там о каком-то социализме, давай нам социализм, вот они тысячами ходят. У нас в городе очень много КПРФовцев, которые готовы ходить с плакатами, молиться на плакаты и как самые простые верующие ждать какого-то доброго дядю или то, что в конце концов они окажутся в большинстве. Это полная чушь. Это ещё Энгельс на эту тему писал, что демократия буржуазная самая последняя форма демократии, и дальше она не имеет никакого развития для рабочего класса. Дальше его только борьба остаётся и брать власть. То есть нельзя ждать каких-то поблажек от буржуазной власти, от тех своих собственников, которые нас нанимают на работу, покупают, выкидывают и так далее. Каждый день лишают чего-то, закидывают квитками оплаты в наши почтовые ящики. У нас вся жизнь состоит из каких-то оплат и своих собственных личных проблем. Потому эти проблемы никогда не решить без решения общественных проблем. И если где-то сложности, там вопросов много возникает с численностью организаций, то, что она маленькая, частная. У меня тоже такая организация сложная, очень небольшая. И там все очень довольны. Очень большой инженерный корпус, административный корпус и так далее. Чёрных рабочих таких, как я, мало. Кто в шуме или в грязи, остальные там в белых халатах. Очень хорошие условия, конечно, труда. У всех в кофеварке в каждом кабинете и так далее. Можно опаздывать на работу, можно задержаться. В этом отношении люди очень разбалованы. Но всё равно в курилках везде, в столовых везде. Люди послушаешь, а у них в голове одни сплошные проблемы. Больше ничего нет. В принципе, это всё равно. И та зарплата, которой они радуются, она им, видать, не даёт никакого счастья. Тоже, в отличие от нас. Мы ещё можем на счастье и деньги вскидываться на общее. Общее-то оно может быть, видать, счастье. А вот индивидуального добиться в обществе, где процветает. Частный индивидуалист такой в головах у людей – это невозможно просто. Ты всегда будешь меньше кого-то, конкуренция сожрёт всегда всех. Так что я думаю, подтягиваться надо людям в партии, работать и так далее. В профсоюзы и работать в профсоюзах. Те, кто что-то хочет от профсоюзов, у нас ругаются, что их нет. Во многих я слушаю. Но профсоюз – это же вы, кто ругается. Некоторые говорят, что у нас одни идиоты, у нас ничего не добьёшься. Ну а ты кто? Почему ты не добивайся ничего? Всё начинается с одного человека, с двух человек. Организовывайтесь. Три человека. В России с трёх начинать. В России с трёх, да. Вот три человека собрались, уже есть профсоюз. То есть все хотят сразу какого-то результата. А результат – это развернутое начало. А чтобы начало развернулось, его нужно начать всего на всё. Три человека собрались и всё, допустим. К сожалению, у меня на работе трёх очень сложно найти. Ну, периодически, хотя есть любопытствующие, подходят ко мне за газетами и им любопытно. Некоторые товарищи, которые вчера совсем глупости, говорили какие-то абсолютные глупости. И ни о чём. Сегодня буржуазию называют буржуазией. В принципе, рабочую силу, рабочий товар. В принципе, многие вещи очень интересные высказывают. Может быть, зерно как-то прорастёт рано или поздно в каких-то главах. Так что я, так как не самый такой активный, наверное, товарищ в партии, оценку не могу давать, как эта. На мой взгляд, всё хорошо. Постепенно, полномерно продвигается работа. Для всё хорошо – это тоже нехорошо. Да. Всё есть. И трудности. У нас диалектически всё получается. И что-то хорошее, что-то плохое. Противоположные два движения. А все остальные призываю как-то хотя бы определиться со своей классом. То есть, вообще, где ваши интересы и так далее. Вы собственник или продаёте свою рабочую силу? Если продаёте свою рабочую силу, ваши интересы все здесь. Они общественные. Вы от них зависите. Призываю вступать в рабочую партию. Вот, как бы, наверное, всё. Можно ещё что-то говорить, говорить, да? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я отключил. Раз, два, три. Не понравилось. Но я заинтересовался. Потому что у меня раньше какие-то были такие же вопросы. Там. Что ещё и как происходит? Почему всё так есть? Почему всё так состоит? Там. Власть такая и всё такое. Откуда появилась проблема? Вот. Я начал смотреть. Потом, когда он съездил в Нижний Огород, принёс мне книги. Я начал читать книги. Заинтересовался очень. Вот. Тоже. И начал фринваться. У меня тут сознание. Вот. И, в дальнейшем, стал закреплять. Вот. И, значит, кое-что появилось уже, как бы, различие. Что из чего исходит. Ну, потом, значит, он вступил в рабочую партию. Приложил мне. Ну, сначала я отказался. Потому что я подумал. Может, это серьёзно. Это ответственность. Вот сейчас ровная пара. Ну, в итоге я потом решился. И мы по переписке с Иваном Михайловичем, значит, договорили, что предложил мне приехать. И я приехал уже. Ну, перед этим, само собой, мы с Александром Туровым присмотрели коллективный договор. И с помощью Константина Васильевича Федокова. То есть отсутствует. Не без его помощи, конечно, потому что многие пункты отредактированы. Благодаря ему поменялись его значения. Как бы он стал прогрессивным. Многие пункты их поменяли. Какие-то, какие-то лучшие, какие-то добавили там. Он действительно стал прогрессивным, в отличие от прошлого. Ну, конкретно сделали шести часов рабочий день. Сделал норму. Пятидневная рабочая неделя. В субботу, в последнее выходное, само собой. Свои добавили пункты кое-какие там. Ну, само собой, по согласованию с профсоюзом включили многие пункты. Потому что был учет мнения. Это тоже, как говорится, значит, был интерес обоградателя. И в прошлом противного года, так он еще некоторых остался. Учет мнения. Ну, некое. Ну, как бы это в дальнейшем. Самое главное то, что он сейчас в основном, все пункты включаются в него. Сделают его настоящим, ну, пока не действующим. Вот. И наша цель его сделать действующим сейчас, подвигаться по этой линии. Потому что это очень тяжело. Потому что, как сказал Михаил Алексеевич, на каждом предприятии ситуация разная. У нас она очень тяжелая, очень запущенная. Потому что не очень легко объяснить человеку. Допустим, кто тренировал сознание. Вот сейчас молодежь, которая, допустим, с детства. Что он там видел, что ему там говорили. Вот он приходит на работу и говорит, что там ничего не получится. Вот он говорит тому, что говорит то, что видит. То, что ему с детства даже идти или объясняли. Но они не объясняли, на самом деле, правду. Возможно, они не знают и либо не хотят знать. Вот. И у нас надо к каждому иметь подход свой. Творческий, правильно. Потому что, если он будет человек шахты, весь уставший, у него будет одна мысль пойти поспать и напиться там. Вот. Ему надо иметь свой подход. Это, как бы сказать, очень трудно, медленно. Но это будет получаться. Потому что, раз у меня получилось, значит, получится у других. Само собой. Будет, значит, это самое. Успехи будут. Медленно, конечно, но будет. И мы к этому стремимся. Я, Александр. Стремление есть. Желание есть, значит, быстрое мнение. Это все. Всем спасибо за выступление. Это очень правильный съезд для меня. И слег уже кое-какие выводы. Потому что тоже кое-какие были вопросы. Вот я посмотрел и убедился. И пообщался с людьми. И убедился. И убедился. Ну, еще, надеюсь, это увидимся с вами. И буду в дальнейшем отвечать СИИЗа там. И тому подобное. Учиться. Читать книги. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Еще уважаем товарищи. Пожалуйста. Здравствуйте, дорогие товарищи. Максим Гордевнин, Самара, рабочий. И вот, что хотел сказать, чем хотел поделиться. Потому что пока слушал. Все, о чем мог бы сказать, товарищи сказали. Все. Ситуацию внутри партии, вы знаете, лучше, чем я. А вот обратите внимание на то, что вокруг творится. Мне может быть немножко легче. Потому что в Самаре так получилось, что мы хорошо контактируем с ребятами из ВКПБ Нины Андреевой. И там, то есть начну сначала. Получается так, что наша партия выстроила систему. Такую систему, структуру, которая стала как будто камертоном коммунистического движения. То есть это вот резонанс истинного коммунизма, который вот звучит сейчас в стране. То есть когда кто-то уходит влево, кто-то уходит вправо. Это видно по нашей позиции, что человек там начинает куда-то не туда идти. Или даже целая партия. И вот наша позиция, она такая монолитно твердая. Получается так, что оказывает влияние на остальные партии. В ВКПБ сначала молодежь обратила внимание на такую вот стройную логику, систему нашей позиции. И начали изучать. И внутри ВКПБ сейчас происходит борьба. То есть молодежь перетягивает стариков, заставляет их постоянно, их шпыняет, что вроде вы вот тут вот ошибаетесь. Вот тут ваша позиция неправильная. Почему вы ничего не делаете с рабочими? Потому что если посмотреть на остальные партии, они занимаются информационной работой. Больше ничем. Причем результатом информационной работы никакого нету. Информации. Это неопределимое. Мы стали дискутировать с одним из товарищей из КПРФ. Я говорю, что вы делаете-то? Он говорит, мы занимаемся информационной борьбой. Я говорю, подождите, вот информационной борьбой занимается рабочая партия России. Результат налицо, я говорю. Информационная борьба, она материально проявляется в результатах. Потому что у нас там профсоюзы хотя бы начинают создаваться. А у них сколько места в доме? Вот у них, оказывается, материя. А у них другая материя. У них есть материя, а у вас. Они чистые. Вот. 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 И получается, что сейчас я как бы в курсе, что там какая полемика внутри ВКПБ творится. Люди, которые год назад, полгода назад выступали строго против диалектики. Называли нас там приспешниками ФСБ, ФСК. Там что только не говорили. Прошел год, и сейчас те же люди говорят, надо, наверное, учить диалектику по Гегелю. То есть, вода камень точит, и ярые противники диалектики сейчас говорят, что надо изучать. То есть, те, которые вот ребята боролись и вот за это выступали, они сейчас меня спрашивают, что произошло, как на это реагировать. Я говорю, я не знаю, я с этим первый раз столкнулся. Очень интересная ситуация по поводу революционной рабочей партии. Она... У меня не было к ним никаких эпитетов, кроме как сумасшедшие. Они не... Троцкотня. Да. Но Троцкотня, то есть, это кто? Это люди, которые не изучали марксизм, но вот чтобы приписать себя, они вот называют себя троцкистами. И вот из РРП тоже некоторые ребята начинают задавать вопросы и адекватно реагировать. Вот их можно посмотреть. Есть люди, которые абсолютно не воспринимают материалистический подход. А есть люди, которые начинают как-то задумываться и, узнавая нашу позицию, через какое-то время начинают с ней соглашаться. То есть, получается, что сама система, выстроенная нашей партией, настолько хорошо работает, что есть результат. Ну и вот из КПРФ тоже люди приходят, тоже интересуются. Вот. Это то, что по партийной ситуации. А еще интересно, что к нам обращаются люди за помощью в создании профсоюзов. То есть, со стороны, узнавая о том, что именно вот Фонд Рабочей Академии, Рабочая партия России помогает в создании профсоюзов, и периодически приходят сообщения от конкретных людей с запросами. Кто-то, естественно, отсекается сразу, а некоторые продолжают работать, некоторые начинают работать просто пока как наши резиденты на предприятиях. Вот у нас автоваз от Самары далеко достаточно. Мы долго очень пытались там найти своих людей. И сейчас вот потихонечку люди появляются оттуда, начинают давать информацию, начинают реагировать. И то, что наша информация, скажем, вот для них понятна и приемлема, то, что мы объясняем, что вот никакими там единичными вылазками вы ничего не сделаете, только коллектив, и чем больше коллектив, тем больше сила, вот это вот срабатывает. И даже люди, которые вот недавно с израни товарищ обратился, говорят, я вот готов там в прокуратуру писать, я вот готов там трудовую инспекцию подключать. Я говорю, ну, тебя же уволят. Ну, это и да, ты добьешься какого-то результата на короткие моменты времени, он тебя уволит. И, что интересная такая ситуация, вот он от своих мыслей не отказался, но вывел на меня еще группу людей, которые начинают вот эти же идеи по поводу, что нужен профсоюз, нужен коллектив и нужно объединяться. Вот это вот как бы происходит параллельно. Он говорит, вот информация по профсоюзу – это вот одно, то, что мы там собираемся делать по прокуратуре и трудовой инспекции – это, говорит, другое. То есть, ну, и я говорю, что… Говорю, ты вот сейчас шашкой намахаешься, говорят, тебя уволят, а ребята чего посмотрят на тебя, на отрицательный эффект. То есть, люди это видят, нашу переписку видят и этот резонанс тоже происходит. То есть, они понимают правильность и истинность нашей позиции. Поэтому, вот, получается, что работа в интернете, она дает отклик именно в материальном, то есть, информационная борьба, она дает материальные результаты, когда она правильная. Когда неправильная, вот, ходят плакатами, мах, что ли, и все удивляются КПРФ. А почему так мало народка не приходит? Вот, наверное, все, что хотел сказать. Ведет. Здравствуйте, товарищи. Как же помочь? Я, собственно, не готовился, конечно, импровизировать придется. Матерые ораторы, они никогда не готовятся. Думаете, я матерый? Конечно. Я в партии полгода, сентября 2018-го. За это время я еще не набрался достаточного опыта, я считаю, для того, чтобы делать какие-то выводы и заключения такого серьезного плана. Поэтому, наверное, скажу о тех впечатлениях, которые произвело на меня, ну, скажем, нынешнее заседание. То есть, я считаю, что организовать съезд такого уровня, где, ну, человек у нас 60, да, присутствует? Ну, 51. Ну, 51. Это довольно сложно. Я сам участвовал много раз в организациях различных конференций, съездов. Поэтому представляю какие-то затраты, какие сложности с организацией, подготовкой и так далее. Это говорит о том, что партия на данный момент на достаточно высоком уровне организованности. Кроме того, я считаю, что люди сюда приехали с чистыми, искренними намерениями. То есть, они не преследуют какие-то личные интересы. Ну, на самом деле, приехали делиться опытом, обсуждать проблемы и двигаться в дальнейшем направлении к светлому будущему коммунистическому. Поэтому я рад, что состою в данной партии в РПР и, кто меня видит или увидит, призываю также вступать в эту партию. На что мы там будем вступать? Товарищ Зиновьев. Зиновьев Дмитрий Анатольевич, плотник из Москвы. Ну, много было сказано, так сказать, на заседании уже, так сказать, по делу, по повестке, по, так далее, по антрепортивным делам. Сейчас хотел бы поделиться, так сказать, небольшим личным опытом. Много, наверное, раз мы слышали о том, что у нас просто капитализм неправильный, еще не развитый. Опять же, это и научно доказано, что он не развитый и имеется в виду в нашей стране. А вот там, вот у меня знакомый уехал туда, в Германию устроился на Opel, у меня знакомый уехал в Америку, устроился там туда-то. И вот они все там, вот у них, так сказать, при развитом капитализме, жизнь у рабочего класса хорошая. Хочу ответственно заявить, как человек, работающий в последнее время с немцами, итальянцами, французами и прочими, так сказать, зарубежными товарищами, такими же, как я, плотниками, что это, конечно, не так. Один из тысяч уехавших, может быть, действительно устроился на Opel или Volkswagen и чувствует себя более-менее прилично. Вот. Но все остальные, включая местных, итальянцы вообще дома бывают по две недели в году, мои знакомые, во всяком случае. Но гестарбайтеры ездят и, если раньше им платили еще суточные, сейчас они даже суточных не платят, их просто кормят, проживают и все. Лучше всех ситуация у немцев, но у немцев традиционно крепкий профсоюз. Причем, кстати говоря, имеет смысл брать с них пример, потому что немец, у него положено в кофе-паузу в 4 часа, он не опоздает ни на минуту, потому что понимает, что сегодня опоздал на кофе-паузу, завтра заставит без обеда работать. То есть меня, вот молодой, прям вот этим вот прямым текстом мне это заявил, что говорит, как так? Давай, уже прикрутим, уже держим же. Нет. Сегодня опоздал, завтра уже, так сказать, могут убираться. Поэтому это, так сказать, такой пример. Но тоже ситуация меняется и у них, так сказать, ситуация меняется и меняется, но не в лучшую сторону. И надо понимать, что этот путь, скажем так, капиталистический, он отрезан, конечно, тоже. Он не ведет к благоденствию, несмотря на все пропагандистские ходы и красивую картинку по телевизору, о том, как хорошо живет немецкий рабочий там, итальянский рабочий и так далее. Вот что хотел сказать, вот действительно, может быть, имеет смысл это дело как-то в статье выразить. Обязательно. Типа, как у них. Может быть, даже организовать постоянную рубрику, типа, как у них. Я готов материал, так сказать, поставлять. Я думаю, что есть товарищи тоже, которые имеют. У нас вот в московской организации есть дама, которая с китайцами достаточно плотно общается. И, так сказать, свежие новости оттуда идут. А я вот могу с автористического фонда, периодически. Собственно, все, что надо сказать. Спасибо. Товарищ Сонин. Сонин Евгений Вячеславович. Тульская область, город Венёв. Рабочий. Работаем на предприятии ООО «Ролайн». Делаем светооборудование уличного освещения. Работаю я там уже почти год. Производство новое. Ему всего лишь три года. В партию я вступил, когда именно работал там. И оттуда начал уже, так сказать, свою партийную деятельность. Объяснять людям, как бороться за свои интересы. Коренные сталкивались с многими вопросами. Что просто выбираем мы не тех. Как надо идти на выборы, поставить галочку и самим ничего не делать. Прийти домой, отработать, прийти домой и лежать на диване. При этом ничего не делать. Что якобы там где-то за нас кто-то что-то сделает. Хочу сказать таким товарищам, что кроме вас никто ничего делать не будет. Кроме, соответственно, мамы, жены и всех ваших родственников. Поэтому, мне кажется, если бы даже и выборы что-то решали, то можно было бы, наверное, свою жену лучше выбрать, чем кого-то. Потому что это все-таки... Этот человек вам кто-то. А люди, которые вам никто, они за вас ничего делать не будут. Поэтому только рабочие должны объединяться вместе. Вступать в рабочую партию России и бороться с авангардом рабочего класса. У меня все. Вместе с авангардом против авангарда буржайей. Вместе. Против, да. Спасибо. Приглашается Владимир Юрьевич Котенев или... Правильно? Котенев. Здравствуйте, товарищи. Котенев Владимир Юрьевич, город Курган. Очень рад присутствовать на нашем съезде. Рад лично познакомиться с теми людьми, которых уже считаю своими уже учителями, практически родственниками. Потому как много смотрел видео и их слова совмещал со своим эмпирическим опытом жизненным. На самом деле противоречий не нахожу. Поэтому, собственно, то, что здесь происходит, полностью поддерживаю. И собираюсь в этом участвовать и идти до конца победе коммунизма. Ну, что еще могу сказать? Вчера, на вчерашнем заседании, я вот за весь день услышал для себя очень важный момент. Касается работы с трудовым коллективом. То есть, все тут говорили о неких сферических конях в вакууме в виде трудовых договоров, там, этих коллективных и так далее. А самое важное, это то, что вообще-то на данном этапе, мне кажется, необходимо делать, это именно работать с коллективом. То есть, то, что один человек, некий ИТР или там рабочий, или кто бегает с этим договором, это вообще никакой роли, в общем-то, не играет. Ну, то есть, это создает некий резонанс общественный, но на трудовой коллектив это, если он один там. То есть, мне кажется, что, если есть у человека поддержка трудового коллектива, то любой договор заключить проблем не составит. А работать с людьми, ну, непосредственно с рабочими, оказывается гораздо сложнее. И вот здесь вот методической помощи какой-нибудь не помешало бы. То есть, ну, какой-то кодекс, например, кодекс рабочего, что ли. Уголовный? Уголовный? Ну, уголовный это понятно. Я имею в виду, что как рабочий, ну, что он должен делать, какие его интересы не глобальные там какие-то, а вот конкретно на работе. То есть, сегодня меня уговаривают, например, там сверхурочно остаться. Завтра мы просто работаем по 10 часов. Это все в кодекс рабочего. Это выглядит очень сложно, то есть... Это сначала надо сделать свой проект, потом ходить в коллектив, иначе нечего сказать. Нечего. Мы в коллективе разговариваем о гораздо более простых вещах. То есть, о каком-то договоре там говорить совершенно как бы бессмысленно. Бессмысленно. Согласен. Как вы напишете проект, вы сможете легко разговаривать. Ну, вот я работаю на предприятии, там есть кол-договор. Его никто не видел, то есть, из тех, с кем я разговаривал, его никто не видел. Его материальное проявление, нет, он есть, его материальное проявление это два куска мыла в месяц. А вашего хорошего тоже никто не видел? Тоже никто не видел. Но я боюсь, что его никто и смотреть не будет. Вот за год работы, то есть, я уговорил двоих человек прочитать вашу книгу. А вы сделаете кол-договор и никому не показываете его. И ходите, и работаете с коллективом устно. Ну, то есть, вот этот кол-договор предлагается как метод и работы с коллективом. Это ваша программа, в которой вы пойдете с людьми говорить. Это путь вашего роста личностного. Вот теперь я... Для разговора. Теперь я понимаю. Но, тем не менее, как бы, разговаривать о кол-договоре я возможности со своими коллегами не вижу. Но вы с нами разговариваете, ваш проект несите сюда. Так с вами-то мы будем разговаривать, а поддерживать-то его должен коллектив. Здесь нечего еще поддерживать, давайте свой проект. Я понял. Важный пункт. Нет. А все, о чем вы говорите в коллективе, оно все должно быть в кол-договоре. Вот все эти, всех урочные. А как быть тогда с людьми, которые, допустим, вот у нас коллектив, половина работают, ну, не по окладной, а такой, как это, сдельно-почистовой, что ли? Профсоюз. Профсоюз. Больше работают, больше зарабатывают. Профсоюз единый. А как их объединять-то? Вот они сдельщики, им выгодно. Они вот, завтра у нас воскресенье, да, они завтра выходят на работу, то есть, и не то, что... Они вообще стахановцы. Доггер говорят, вы бить пробовали? Они девушки там, в основном штабовщицы. Они уже не начнут. Ну, вот и как. Ну, причем не просто девушки, а пенсионеры. В связи с чем возникают масса проблем вообще. И руководители. Сделайте в кризисном договоре, посвященный девушкам. Потом будете разговаривать. А что, цветы на 8 марта? А почему нет? Зачем? Ну, в общем, как бы, вот, я услышал вот это вот. Возможно, что я чего-то не понимаю. Скорее всего. И как бы... Но для меня вот это вот оказалось наиболее важным. Теперь пойдем дальше, значит, будем работать в этом направлении. Кол договор там, ну, как бы, ну, не знаю. Это, наверное, сильно сложно и для меня тоже. Ничего страшного. Все сложные, сложные из простого. У нас Ленинградская, ничего тут. В общем-то, я рад, что этот съезд оправдал мои личные ожидания и лично меня, как бы, вдохновил на дальнейшую работу. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, товарищи. Меня зовут Егорчик Михаил Анатольевич, я искренний рабочий. Я, как молодой член партии, еще добираюсь опыта. Очень благодарен, большая честь оказаться на съезде, познакомиться с товарищами и понятия создать, что я член уже не маленькой партии единомышленников. А для себя лично могу сказать, что мой опыт по общению с рабочими, как в своем родном коллективе, я понимаю так, что коллектив рабочий будут равнодушно относиться, если будут кто угодно их пропагандировать, агитировать. Вот, если это люди, не люди, не образованные, компетентные и, как бы, служащие примером для них, вот тогда они начинают прислушиваться. Вот я лично, когда был бригадиром, потому имею определенный вес в своей бригаде, как и коллективу, и потому могу сесть и дать читать газеты. И так даже получается, что приходят люди и спрашивают, можно я еще две возьму, чтобы там родственник удать или еще кому-то. Ну вот, по работе с коллективными договорами, то есть я только еще начинаю постигать этот путь, но очень много, как бы, получил знаний от вас сейчас от выступающих. Ну, будем работать. Очень рад. И жаль, что я сегодня покину раньше съезд, потому что у меня билеты на поезд, но очень было приятно. Когда классно было, то и что? А? Когда классно было, то и что? Только при коммунизме. При полном коммунизме. При полном коммунизме. Спасибо. Герасим Филиппович, Нижний Новгород, Нижегород, Мобиль и К. Ну, я даже не знаю, что сказать. В принципе, я благодарен организации, что направил меня на съезд. Я пообщался тут с многими товарищами, коллегами по профессии. Узнал очень многого. Ну, много работ предстоит. Вот, собственно, и все, что я хотел сказать. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Уриасим Александр, Ленинград. Работаю на заводе, именуемом до сих пор объединение «Союз», хотя от объединения уже мало что осталось. В партии тоже недавно, около полугода. Рабочего стажа немножко больше, два года. На самом деле, на завод пошел нарочно. Когда понял, что у меня в голове не складываются картинки, то, о чем говорят с одной стороны, то, о чем говорят с другой стороны. Пойду посмотрю, как оно на самом деле. Пришел, посмотрел. Ну, сейчас потихоньку созревает понимание не только, что надо делать, но и как. Медленно созревает. Собственно, поэтому я и вступил в партию, чтобы быстрее созревало. И что я хочу сказать. Вот, товарищ перед этим выступал, говорил о том, что да, авангард, да, авангард должен бороться. Ну, я бы сказал так, нам сейчас предстоит еще большая работа за этот авангард, чтобы этот самый авангард появился как факт. К чему? Потому что, ну, так вот, несколько кадров из того, что я за это время успел увидеть на заводе. У нас состав рабочих примерно пополам-напополам, половина местные, чуть-чуть разбавленные приезжими из городов европейской части России, половина почти исключительно самаркандские. Самарканд, Узбекистан. И вот иду я по коридорчику между станками, стоит начальник цеха, распекает нашу местную рабочую, что вот она вот плохо вот это делает, плохо вот это делает. Да я вас всех завтра поувольняю, наберу этих узбеков, они хоть денег меньше берут. Ладно, послушаю, прошу у меня. Через день или через два в другом углу цеха тот же начальник цеха распекает рабочего узбека. Да и то вы не так делаете, и это вы не так делаете, да и вы все идиоты, он именно так и выразился. Да я вас сейчас завтра всех пинком под зад, вон у меня какие грамотные местные рабочие, наберу. Подхожу, спрашиваю у предыдущей работницы, которую распекали несколькими днями раньше. Что как? А вот эти вот гадские узбеки, они нас работы лишают. Окей, говорю, хорошо. Я вот не знаю, я наладчик, у нас там отдельная маленькая бригада. Вот, а сколько вы зарабатываете? Вот столько, 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 столько. Окей, понял. Подхожу к узбеку, которого вот как раз сегодня распекали. А у вас что и как? Вот то-то, то-то, то-то. И я понимаю, что оплата абсолютно одинаковая, работа абсолютно одинаковая. Делают то же самое, просто им ездят по ушам по факту того, что одни местные, другие узбеки. Так, ребят, а вы между собой договориться не хотите? Да, вот они. И вот я на протяжении уже около двух лет занимаюсь тем, что объясняю. Одним, что они неправы, потому что слушают начальника, а не своих коллег, и другим, в общем, то же самое. Пытаюсь переводить с русского узбекского на русский ленинградский. Потихоньку начало получаться. Теперь уже, по крайней мере, в моем присутствии никто на узбеков больше не катит. И на русских тоже. Это один момент. Вот этого вот объединения, конечно, нет, а начальство его очень поощряет. Вот эта вот разъединенность. Второй момент. Тоже очень важный. У нас сейчас организация небольшая. В советское время, насколько я понимаю, там работало вплоть до нескольких тысяч человек. Сейчас хорошо, если сотни. И тем не менее, среди рабочих люди самых разных, очень диаметрально противоположных взглядов, вот со мной в бригаде человек, который меня, собственно, к себе взял. Мой непосредственный начальник, тоже рабочий, но просто он у нас старший. Он давно и активно работает в КПР. Параллельно с нами третий член нашей бригады. Он вообще буддист. И ему все эти социальные выяснялки донерваны. На соседнем участке работает человек, который глубоко убежден, что за Бога царя и Отечество это правильно. А кто не говорит про Бога, тот нехороший человек. И вот, вот с ними, со всеми работа, это просто неподъемно. Большинство, конечно, дальше дачи носа не суют. Начинаешь им объяснять, что, а как вы на дачу уедете, и что там будете, вот картошку свою съели там за два месяца, а дальше? Чешут репу, разводят руками. Потихоньку за два года начали задавать вопросы, потихонечку. Потихонечку начали подавать какие-то ответные реплики по теме, а не общим смыслом отстань. И я за ними не больше вынужден считать, что достижение. То есть в последние полгода меня некоторые спрашивают, так газета принес? Здорово. Ура. Ребята, вот вам еще. Вот вам книжка. Вот мне товарищи обещали 1 мая принести коллективный договор. Да, спасибо, товарищи. Вот, принесли, распечатанный, потому что сам я не мог. Вот, даю почитать. Один экземпляр сам читаю, второй отдаю. Потихоньку дело движется. Но вот это, на мой взгляд, самая неподъемная, самая неподъемная часть работы. И да, действительно, вода камень точит, но, к сожалению, медленно. И тут даже не усилием, а упорством надо работать. Упорство, упорство, еще раз упорство. И вот момент последний, который я хотел сказать, у меня, к сожалению, вчера не было. Я не знаю, может быть, этот вопрос поднимался. А вообще в наших внутрипартийных разговорах, материалах, к сожалению, довольно мало и довольно нечетко по сравнению с тем, что хотелось бы говориться о статусе вот именно этих самых приезжих. Из Узбекистана, из Таджикистана, из черта на рогов. На мой взгляд, этот пробел надо заполнить и гораздо активнее работать именно на них. Привлекать их, потому что большинство приезжающих оттуда, по крайней мере, по моему опыту, это ребята относительно молодые или просто совсем молодые. Интересующиеся, чувствующие шаткость и ненадежность своего положения. Так вот их расспросишь, как они живут, что они, как зарабатывают. И в одной квартире съемные, однокомнатные, чуть ли не по десятку человек. И полная готовность к тому, что завтра просто дадут пинка и выгонят, и все остальное. На них, как мне кажется, следует обращать больше внимания в своих материалах. Как-то специально для них это делать. В меру все делали, но не знаю, насколько у меня получается. Они действительно интересуются. Ну, собственно, все, что я хотел сказать. Спасибо большое за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ ТОВАРИШ ЛЮТУХ Здравствуйте, товарищи. Зовут меня Лютов Евгений Борисович. Извиняюсь за опоздание. В партии уже второй год, и второй мой съезд. Свою деятельность в этом году партийно оцениваю удовлетворительно. Самое основное было, что мы раздавали газеты на Меродийских верфях и на косой линии. Это могу себе зачислить в плюс. Минус могу зачислить, что плохо посещал комитет. В свидетельстве того, что времени свободного, честно говоря, мало. В этом году у меня еще болезнь так немножечко атаковала, пришлось с ней бороться. И пропустил я принятие коллективного договора, хотя оно на моем предприятии в этом году проходило. Коллективный договор я локализовал, что он лежит в библиотеке нашей. Тогда я еще не дошел. Приняли его без меня. Съездил в этом году на комитет рабочих во второй раз уже. Выступил там слабо, не очень мне поставка понравилась. Но задал вопросы, которые мне делировали, задать рабочие мои с моего предприятия. В этом году ко мне даже начали подходить, наконец-то, рабочие и консультироваться со мной. Что я думаю насчет товарища Платошкина и его высказываний. Очень мне понравилось. Я даже как-то приобрел вес, как мне показалось. Несколько раз получал минус 100% премию в этом году. Бодался с начальством за то, что надо делать свои непосредственные обязанности. А они пытаются попросить, что сделать еще другое, помимо своего. Я говорю, что просьба, она характерна тем, что можно отказать на просьбу. И отказываю, они обижаются. Ну и за это получаю. Вроде все это дело пролетело. Вроде теперь я снова хороший. Потому что по работе коэпитези, конечно же, нет. Красный инститет, конечно, в этом году опять я не поступил. Тут скаричь, конечно же. Со временем я обязательно скажу. В этом году особенное внимание на это обращу. Ну вот, в принципе, все мой доклад. Сходил на 1 мая на демонстрацию. Так мне понравилось. Первая моя демонстрация была. К сожалению, не засидел до конца. Пришлось уйти на работу. Рабочая смена была. Ну и оцениваю все как очень положительно. Наша партия растет. Я доволен, что я в таком прекрасном обществе. Спасибо. Уважаемые товарищи, вот хочу заметить, что рабочие все высказались. А хвастанцев еще? Хвастанцев Курган. Ну у меня нет. Давайте по станции. Курган? А, ну да. А, да. Меня отмечу, извиняюсь. От данной комиссии. По станции Курган-хвастанцев Курган-хвастанков. Очень нравится съезд. Все грамотно выступают. Оказывают, спорят. Есть, чем у поучиться. Так может, о чем у нас есть? Приятно находиться с единомышленниками. Более в ленинградской земле, где боролись с самодержавием. Против фашизма в Великой Отечественной войне. Считаю, что надо продолжать это дело. Я работал на разных предприятиях в разное время. И везде есть такие попытки забастовано. Но все не организовано. И поэтому никакого результата нет положительного. Он считает, что правильно надо заключать, то есть составлять коллективные договоры и бороться за их подписание. На Курган-машзавод тропинку протоптали? Почему? Газеты там встают? Сколько там газет уходит на Курган-машзавод? Там много. Там же несколько проходных. Примерно так. За раз, за раз? За раз, за раз? За раз, за раз. На Курган-машзавод. Многие сами просят, да? На Курган-машзавод. Раз, за раз. На Курган-машзавод. А вы ничего не записывали? На Курган-машзавод создавать, когда вы больше просите. Спасибо. Уважаемые товарищи, кто желает еще выступить? Пожалуйста. Кузьмин Алексей Вячеславович, город Москва. Москва, бывшая деревня Москва. Ну, по поводу, так, если кратко итоги подводить, нашей идеологической борьбы, то все очевидно. Мы увеличиваемся и численно, и крепнем в плане идеологическом, а наши, скажем так, оппоненты дробятся, делятся на какие-то куски, на части и, в принципе, пропадают. То есть, наше идеологическое размежевание идет достаточно успешно, причем результат этого размежевания есть наш рост и наша сила. Что касается коллективных договоров, ну, мы достаточное количество их разработали, ну, организация, как организация. Ну, да, как говорил Матроскин, когда Шарик радовался и фотографию этого зайца там какого-то сделал, он говорил, а теперь ты еще за ним побегай, чтобы ему эту фотографию отдать. Так что сама борьба за внедрение – это очень серьезный такой момент, и к этому надо быть готовым. А чтобы к этому быть готовым, нас, товарищи, которые эти коллективные договора на своих предприятиях внедряют, пытаются их продвинуть, они, конечно, им необходима серьезная поддержка нашей организации. И, учитывая еще и рост, достаточно серьезный, численный рост нашей организации, я считаю, что такой момент на организационные наши действия должен быть усилен. То есть, усилить нашу организацию в плане организационном, скажем так. Ну, и, как говорили товарищи, что различная ситуация меняется, ситуация меняется достаточно быстро, но тот, кто более организован, тот, кто более теоретически готов и подкован, тот на любую ситуацию реагирует достаточно быстро. И, в принципе, наша работа в течение истекшего периода года, она показывает, что у нас это очень хорошо получается. Ну, и, как говорится, радоваться еще так совсем рано и почевать на лаврах, поэтому нам еще предстоит большая работа в этом плане. Спасибо. Здравствуйте, я Сергей Тюленев, член Ленинградской организации Рабочей партии России, руководитель видеоканала Фонда Рабочей Академии, Рабочее ТВ. Ну, я скажу коротко о своем направлении. Занимаюсь видеоканалом. Можно сказать, что рост на видеоканале есть. Ну, вот статистику тут уже Дмитрий Шилов в отчете говорил некоторое. Можно сказать, что канал у нас, конечно, пока не столь популярный, как некоторые другие у наших, так сказать, политических конкурентов. Так, у нас за всю историю нашего канала чуть больше трех миллионов просмотров. У некоторых котиков по три миллиона, у одного видео, а у нас у всего канала три миллиона. Надо котиков начать, пожалуйста. Мы будем фаурировать как раз. За котиков, по слову, потому что, давайте согласиться Рабочей Академии. Однако, можно сказать, что рост и есть, и неплохой. Вот за последний год у нас миллион просмотров на канале. И получается, что два миллиона за все предыдущие годы было, а здесь вот за год всего миллион. В общем-то, рост неплохой. Полосальный. Но надо работать больше. Количество подписчиков растет тоже. Вот сейчас уже 21 тысяча четыреста, по-моему, там. Можно сказать, я бы хотел выразить большую благодарность московской организации за то, что, вот уходя с прошлого съезда, руководитель московского отделения Фонда Рабочей Академии, товарищ Кузьмин, пообещал создать видеоканал. И он как пообещал, так и сделал. Естественно, тут надо назвать товарища Сарайкина, который много делает. Ну, я так понимаю, тут больше руководство, наверное, было. А основную работу, мне кажется, товарищ Сарайкин делает. Но, может быть, он еще скажет, кто там силы прикладывает. Большое спасибо вам за эту работу. Очень хорошо. Всем нравится, я думаю. Мне нравится, как вы работаете на канале. Также Дальний Восток у нас ведет некоторую работу по Первому Маю сделали неплохой ролик. Призы в партию сделали. Бобинов. Бобинов у нас включился в работу за это время. Ну, вы видели все его ролики хорошие. По метрострою и по проблемам медиков. Я бы хотел обратиться во многом к регионам. Вот тут, кстати говоря, можно сказать еще, что в нашем новом постановлении, в проекте постановления, есть в пятом пункте такая формулировка, призыв съезда работать в качестве корреспондентов в партийных средствах массовой информации. Эта формулировка перекочевала еще из прошлого постановления, куда я предлагал ее. И вот товарищ Лещук сказал, что у них в газете уже ситуация исправилась во многом и есть запас статей на будущие выпуски газет. А вот для видеоканалов, мне кажется, еще нет такого запаса и недостаточно. Особенно по регионам. Есть задача, чтобы было видно, что рабочая партия присутствует по всей России, в разных городах. Она действительно присутствует и наши люди работают. Но надо показать эту работу. При том, что начать несложно, можно начать с призывов. Каждый член ячейки в каждом населенном пункте может взять и озвучить на камеру, на любую, хоть на телефон, озвучить призыв в партию. Как-то логически подвести. Вот я вступил в партию и вас призываю. Это может сделать любой человек. Не понравилось, как выступили, переснимите заново. И присылайте нам. Мы будем публиковать на нашем видеоканале. Видеоканал это такой рупор. Вот мы купили на демонстрацию мегафон, чтобы погромче рассказывать городу о нашей партии, о 6-часовом рабочем дне, о Красном университете, о Российском комитете рабочих. Так вот, видеоканал это тоже такой большой рупор, который через интернет кричит на миллионы людей. Вот. Поэтому я еще раз призываю, как и на прошлом съезде, делать ролики такие вот с призывами в партию. О работе, которая ведется вами. Можно обращаться конкретно к людям, живущим в вашем населенном пункте. Пусть они подключаются к работе, помогают. И особенно к рабочим. Вы же заинтересованы, это ваша партия рабочая. Обращайтесь через видеоканал к вашим товарищам рабочим в вашем регионе и в целом в России. Пусть они подключаются к работе. Кричите в мегафон. Роман Вишняков, рабочая партия России Нижний Новгород. Прежде всего хотел сказать слова благодарности нашим уважаемым профессорам за глубокие мысли, также организаторам съезда и, конечно же, товарищам рабочим, которые выросли идеологически, политически. По сравнению с предыдущим съездом это видно, это заметно. Ну, что хочу сказать. Все мысли, которые я хотел сказать, уже многие выразили, на самом деле. То есть повторяться не вижу смысла, а хотел бы я сделать ход конем и вспомнить Сенкова Константина Александровича, нашего дорогого, ушедшего из жизни. И хотел бы поддержать Золотова Александра Владимировича, который сказал, что таких рабочих один на десять миллионов, и это действительно так, это не преувеличение. И хотел бы вспомнить его коротким стихотворением, если позволите. Сенкову Константину Александровичу. Сенкову Константину Александровичу. Бороться, братцы, И смелеть, Ползти, Но подыматься, Скажи мне, Как не уметь? Так надо не рождаться. Настало время Кислых щей. Холебай, Но знай, где сплюнуть, Найди себе товарищей, О главном вместе думать. Придет пора кровавых роз, И будет нужен парень, Который был снаружи прост, А изнутри коварен, Вражину бил И в бровь, И в глаз. Кошмар ей только снился, Борьбе учил Рабочий класс. Спасибо, что Рабочий класс. Спасибо, что Ну, выступим. Уважаемые товарищи, Ну, тогда Заключительные слова Докладчикам. Уважаемые товарищи, Ну, Действительно, Нельзя не согласиться с тем, Что рост партии И независимо от количества, Он, Рост есть и качественный. Соответственно, Мы будем заниматься теми делами, Которыми начали заниматься. Непосредственно, На предыдущий период Ставлю перед собой задачу Это продвижение Прогрессивного проекта Коллективного договора, Который уже написан, Да, Значит, О ходе Этой работы Буду Всех заинтересованных, Соответственно, Извещать. Также Предлагаю Участвовать совместно Подумаем над Акциями солидарных действий. Ну, и Чтобы наша работа была Более Продуктивной и сплоченной, Я все-таки Рекомендовал Потеснее общаться, То есть, Как в песне поется, Да, Ряды надо Маленечко Теснее нам Делать, Чтобы Враг между нами В лучшем случае В лучшем случае Не проскользнул Совсем, да. Вот, Надо стараться, Враг будет разбит, Победа будет за нами. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вот, и В этом и Есть наша Сила, Что Это коллективный Коллективный опыт Вот, Потому что Один Один что ты можешь Один Ну, Там Какие-то На буржуазном Ну, Вот этом Значит Неравном Поле Да, Вот Судебные Там Какие-то Вот, Ну, Это тоже Не нужно Сбрасывать Со счетов Но главное Конечно Это Это Коллективная Борьба За коллективный Договор Вот, И Действительно У нас База Великолепная Теоретическая Осталось Только На практике Так сказать Это Воплотить И Вот этот Шаг Сделать Начать Начать Эту борьбу И Вот Только Осталось Ее Ну, Делать Как бы Идти Идти к этому И Собственно Разговаривать С коллективами И Конечно же Когда у тебя Есть Предмет Разговора На руках Готовый Ты уже Его Изучил Ты сам Его Так сказать Ну Прощупал Прочувствовал Вот Уже Ты И по-другому Разговаривать И есть О чем Разговаривать Выжимка Из договора Вот И Хочу В общем Поблагодарить Всех Кто Выступал Здесь Очень Очень Полезно И Действительно Великое Это дело И это Счастье Как Все правильно Вот Быть Участником Этой борьбы На Острие Действительно Наша партия На Острие Этой Атаки Сегодня И равных Нам нету И Это Большая Честь И ответственность Вот Участвовать В этом Благодарю За доверие Вот К партии Вот могу Сказать Родной Партии Уже Для меня Стала Спасибо Успехов Всем в борьбе Золотов Александр Владимирович Уважаемые товарищи Значит Вы все заполняли анкету Да Ну и Спрашивается Для чего Ну давайте Некоторые Сделаем Далеко идущие выводы Значит Разумеется Делегат Среди делегатов Съезда Превладает Пока Мужчина Значит Не Превладает Но и Женщины Тоже Приставы Значит Нам есть Куда Расти Группировка Делегатов По возрасту До 40 лет 45 Процентов А до 50 лет Свыше 80 Процентов То есть Партия По своему кадровому составу Лиция своих делегатов Имеет Большую перспективу Во время А Соказов Сколько А Уничтоженное меньшинство Старше 61 года Три человека Мамонты Они с нами Это очень важно Мы с ними С молодыми Значит Что касается Делегатов По Партийному стажу Вот Среди Очень интересный Расклад Три Учредителя партии Присутствуют В качестве делегатов Они Партии С декабря 1993 года А остальные 81% С 2012 По 2015 Стали членами партии И три человека С 2019 Года И вот Дмитрий Юрьевич Сказал Вот Тем не менее Это немалый срок Уже Весь 2019 года Партия Стала Для Товарищей Родной Это очень важно Хватило Весной Совместной работы Партийного стажа Потому что Это не просто Числить люди А вот эти годы Они боролись Работали И действительно Сроднились Мы Выдели Такую Категорию Как Разряд рабочих Вот У нас 40% С четвертым Разрядом Один Из тех Кто заполнен Эту категорию Один процент С пятым Разрядом И 30% С шестым Разрядом Да То есть Наши рабочие Они Не только Гораздо В общественной Работе Они вообще Рабочие Высокой Квалификации То что Всегда Отличало Наших Рабочих Партий И товарищ Шкарех И товарищ Игошин И товарищ Кудрябс И товарищ Синьков Это были Рабочие Высшей Квалификации Поэтому К ним Серьезно Относились Потому что Они знают Что они Просто Хороши Говорить Они на Своих Рабочем Местах Да То есть Это были Люди Которые В своем Деле Были Высшими Высшей Квалификацией Специалистами Три доктора Наук Вообще То И выяснилось Что Шесть Еще Кандидатов Наук То есть Тут Неслабо Представлен Еще доктор Мазук Он здесь Не представлен Я говорю Про делегатов Все Треть Наших Товарищей Это Люди С учеными Степенями Вот Там Соединение Научного Социализма И рабочего Движения В лучшем Проявлении Того и Другого Что Касается Очень Важная Для нас Для партии Проблема Установить Связь С крупными Производственными Коллективами И вот У нас Шутили Ну что Мешок Надевать На голову Чтобы привезти Сюда Заработчик А вообще Это у нас Здесь потенциал Большой Почему Потому что Из Значит Сейчас я скажу Девять Девять Семь Десять Из девятнадцати Делегатов Партийного Слеза Которые Работают На Производственных Предприятиях Девятнадцатых Это Две трети Почти Так вот Три человека Работают На предприятии Которые Которые Насчитываются Рабочих Именно От Ста Пятисто До Пятисто Человек Пять Человек От Пятисто До Тысячи Рабочих Они Просто Заняты И Четыре Человека Четыре Делегата Партийного Съезда Работают На предприятиях Где Есть Свыше Тысячи Рабочих Вообще Мы связаны С крупными Производственными Предприятиями Есть Эта ниточка Не только С проходной Причем Раздача газет Это Расширение Наших связей Безусловно Но уже Сегодня Такая связь Есть И это Очень важно Для развития Партии Теперь Что касается Как люди Работают Над повышением Своей территории Вскору Мы знаем Что это Дело всей жизни Потому что Как только Ты перестал Заниматься Теорией Так ты перестал Быть Сознательным Ченом партии И перестал Быть тем самым В авангарде Класса Так вот У нас Два человека 20% Делегатов Съезда партии Окончили Красный университет Меня тут поправили Надо все время продолжать Но видимо Они и будут продолжать А на настоящее время 70% Делегатов Учатся в Красном университете Но и два Товарища Планируют учиться В Красном университете Я думаю, что эти планы Безусловно будут Реализованы Ну а Те, кто не написал Что они учатся И будут учиться Это преподают У нас вот две категории Или преподают Или учатся Потом Такой план Для перетекания Те, кто учились Они потом начинают Переподавать Лучшие люди Так что это нормальное Явление совершенно Это очень характерно Для нашей партии Ну и Вот Вклад В практическую работу Что касается Распространения газет Значит Это как-то Мы очень аккуратно Составили Так Свыше 300 Это верхний план Тут выяснилось Что 70% Делегатов Съезда Распространяются Свыше 300 Я слышал Суждение Говорят, да чего такую планку Мы там тысячами Распространяем Тысячами Это показатель того Что здесь и рабочие И нерабочие Активно В этой работе Участвуют И уничтожают Те, в самом деле Труда В рамках нашей партии А что все Выполняют эту работу Ну и Что касается Работы По разработке И Продвижению Коллективных договоров Значит 15 человек Или делегатов Или 48% Имеют опыт Разработки Проектов Прогрессивных Коллективных Договоров А 10 Человек Или Треть Имеют Опыт Продвижения Проекта Прогрессивного Коллективного Договора В родовом Коллективе То есть Здесь тоже Вообще-то Мы Конечно В начале Это правильно Но это Не такое начало Когда мы Все хотим Не начало В виде Желания Ленин Рождается В Ленин И так далее Но тем не менее По пути Которым прошел Ленин То есть Соединение Теоретической Работы С практической Работой Должен и может Пройти Каждый Чем партии Помните Что Ленин Он тоже Начал С Азов Жизнь Мастерская Генина Снизу Лец Класс Снизов Рвись Разгромается В Ленина И вот Потому что Делают наши Товарищи Делегаты Партийные Съезды Они как раз Вот Все этой дорогой Идут И Становятся В настоящем смысле Этого слова Ленинцами Поэтому у нас Есть Все основания Говорить о том Что наша партия Это партия Ленинская А поэтому Она и авангард Естественно Ну и вот Хочу сказать Что люди Хотели бы пожить При коммунизме Шутили Что жили При коммунизме Ну да Было А вот Как будто Настоящим Вот Наша партия Дает возможность Пожить Почему так Люди счастливы В партии Так у нас же Коммунизм В партии Разделение труда Уничтожается Да Разделение труда Уничтожается Да Вот Все у проходных Стоят Коллективно говоря Все в этой работе Участвуют И рабочие Нерабочие Все учатся То есть Тематически Участвуют Освоение теории Вот говорят Вот будущее За обучение На протяжении Всей жизни Это все еще Только будущее А вот у нас Настоящее У нас 70% делегатов Учатся Постоянно учатся И в партии Это такая картина Значит вот На протяжении Всей жизни И учатся не просто Чтобы получить Корочку И так далее Чтобы успешно Вести борьбу И поэтому У нас уже Работают люди Без расчета На вознаграждение Не то что Вознаграждения нет А без расчета На вознаграждение Вот пожалуйста Пойдут сейчас Победают Вот они значит Интеллигентов Притесняют Не дают им Голосовать Больше Да Больше Голосовать Поэтому вот Счастье такое Что люди Живут уже При коммунизме Что увидят В каком-то Возможном Услове Компатистического Общества Вот партии Почему она дает Такое Водотворение Да А это Сопричастность К великому Общему делу Да И вот такая Не просто Сопричастность Что А участие в нем Вот мы Живем При коммунизме Если товарищи хотят Пожить в коммунизме Выяснить Что это такое легкое дело Да То есть Это не то Что мы открыли рот И полились потоком Да Материальные блага Изобилия материальных блага Вот так Рисовали коммунизм Нет Это очень напряженное дело Так оно всегда на высоте На высоте Это не просто Стремиться к вершине Это не просто Но это и есть коммунистический Образ жизни Так что Уважаемые товарищи Я думаю Что И думаю Что организационные комиссии И дальше будет работать В том направлении Чтобы наша партия Больше Еще больше Соответствовала Партии Ленинского типа Помогала Развиваться Рабочим Помогала Интеллигентам найти Место Своё В этом общем строю Но утверждать Принципы коммунизма Сначала в жизни Нашей партии А потом соответственно Играть Всего общества Спасибо Пять основателей партии Попов Золотом Гавков Шестолёв Насим Я правильно понял Александр Ильич Всем будет завидно Как у нас Жизнь в партии И всем захочется Тоже вот так жить И сразу Коммунизм То есть Все очень быстро Пойдет Вот как-то На предыдущих Съездах Была необходимость Как-то сильно Спорить с некоторыми Ораторами А тут вроде как-то Вот мы уже Я имею в виду Представители Творческой интеллигенции Как-то вот Потерялись В том смысле Что вроде бы Как Что и учить-то Люди-то Все сказали Хорошее И все правильно Рассказали Вот Поэтому Я мог бы Как Человек Который Делал обобщающий доклад О задачах Только акцентировать На некоторых Маленьких Но важных деталях Что конечно Вот Это очень большой шаг Сделала партия Что у нас Люди сделали Проекты Коллективных договоров Это я бы Порекомендовал Ну и не только Как я лично Я думаю Что это рекомендации Предыдущего съезда И в этом отношении Решения Предыдущего съезда Они Никуда не делились Надо выполнять То есть Эту работу Над тем Чтобы Составить Проекты Коллективных договоров К этой работе Необходимо Приобщиться всем Кто советом Кто непосредственно Сам составляет Но Все люди К этому Приобщиться должны Потому что Это вот тот самый Коммунизм Который вот В самом начале Что Людям надо Вот вы Там Нас товарищи Рассказывали Что вот я буду ходить По коллективу Их убежать В чем Надо выяснить Что Коллектив В чем заинтересован Их интересы Выразились Причем Интересы не такие Которые они С трибуны услышат А интересы Применительно К тому заводу К тому предприятию К тому коллективу Где человек работает Поэтому коллективный договор Это вот когда мы говорим Что партия Выражает Интересы Рабочего Класса Как она их выражает В виде проекта Коллективного договора Почему Потому что Это между прочим Такая форма За которую Бился очень долго Рабочий класс И Она позволяет Сформулировать В такой форме Как Некую норму Юридическую Уже этого государства Бружазного Почему Потому что Это локальный Нормативный акт Но Бружазия Тоже продумала здорово Он действует Только на три года А потом Дескать Может быть продлен Но если вы Зазеваетесь И снова Не принесете Проект Клучай этого И не начнете Переговоры У вас Закончится И все Оборвется Назад То есть Все акты Бружазные Другие Они Как бы Навсегда Принимаются А этот Он пропадает Только вы Размагнититесь Вот хороший Раз Вот например У докеров Хуже сейчас Кол договор Чем был Вот там На старом Так сказать Сайте Висит хороший Кол договор А в Москве Висит Тоже хороший Но хуже А потому что Не получилось у них Не получилось И хуже работает Профорганизация И условия хуже Значит Это первое Что надо То есть Эта задача Всеобщая Для всех И во всем И поэтому Мы не должны Сказать что у нас Есть там 10 Что значит 10 У нас Каждый член партии Должен к этому Быть приобщен Кто или иной И разобраться Теоретически И практически Поучаствовать В разных формах Ну вот Там есть товарищи Москвичи Которые помогают Другим Тому и тому И тому Правильно Мы знаем таких людей То есть И надо найти свое место В этом строю Потому что это выражение Теперь второе Значит Когда человек Сделал коллективный договор Он сделал Тогда Когда получилось И тут выясняется Что поезд уже ушел Какой поезд Что пока он делал Да И пока он думал Как он будет ходить По коллективу И так сказать И пропагандировать И постепенно Значит И внедрять Уже есть коллективный договор Все делать в этой ситуации Ну Все зависит от того Как получилось Если получилось так Что вот вы сделали И тут как раз Вот уже скоро И переговоры По коллективу И вы попали В точку А если нет Есть специальный раздел В Трудовом кодексе Переговоры По изменению И дополнению Коллективного договора Поэтому вам Есть договор Успели Вы не успели Это неважно Есть Вы Начинаете готовить Переговоры По изменению И дополнению Коллективного договора О чем А что для этого требуется Для этого опять Требуется индивидуальная работа Над кем над собой надо взять и на основании своего проекта и того проекта который есть который вот только что допустим приняли написать такой документ изменения и дополнения к этому коллективному договору что он как нужно изменить и дополнить тот коллективный договор чтобы получился ваш очень простая задача ничего такого тут нету некоторые там формулировки можно оставить если они не вредны пусть они для них будет привычное содержание будет уже наше у нас есть там такие изменения которые сразу сделает договор другим и после вот этот документ нужно сделать этот документ не очень длинный почему ну потому что ну сколько там таких прогрессивных пунктов не так уж и много это будет больше похоже на выжимка но выжимка это отражение вашего договора это изменение того коллективного договора который есть вы замахиваетесь уже не на то что еще только никем не принято на то что уже всеми принято ну как официально принято есть коллективный договор я готов скажем беру на себя обязанность читать все эти самые такие бумаги которые называются предложение по изменениям и дополнению коллективного договора который будет составленным нашими членами партии я думаю другие товарищи тот доктор экономических наук золотов есть доктор экономических наук мазар я думаю все преподаватели красного университета сидит у герасимов ехтерев галко и как далее всех преподавателей юрков тоже с удовольствием будут читать и тоже в этом будем участвовать то есть то есть мы не вообще как-то так вот собираемся вносить в рабочий класс сознание это у нас есть уже система здесь об этом уже говорили и повторяться не будем у нас есть учебы разного рода обязанности посещать красный университет все это остается но мы вот здесь нашли конкретное звено конкретное звено которое не не блестящим является она это невидная работа такая это вот наши конкуренты с которой мы ругаемся время от времени так называемые марксисты они окружают нас вот если они придут власти а рабочий класс то мы знаем он не готов еще классе вот дать час рабочего класса власть это же все люди которые начинены буржуазными разозраться они в массе своей и будет буржуазный власть а эти товарищи не собираются рабочего класса они рабочий класс понимает так чтобы рабочих это двинуть а есть такие интеллектуальные рабочие которые за них все сделают и за них же все и получат поэтому вот такая задача значит после этого после то та же самая процедура вы чтобы начать коллективные переговоры надо опять иметь больше половины поэтому эта задача больше половины уже новую форму это вас уже читали бумагу а такой бумаги вот валентин владимирович изменение по изменению предложение по изменению еще не читали слева заходили мы зайдем справа и постепенно это первое второе что нам надо делать мы стараемся усилий предпринимаем по созданию профорганизации они еще маленькие маленькие есть вот такое у нас право которое дает буржуазный закон а буржуазный закон потому что это вот люди пробили в свое время это же за это воевали за этот закон не просто так что можно доверенности собрать вот тот же николай павлович французов 25 процентов у него было членов профсоюза а 35 процентов коллектива дали доверенности этому профсоюзу на то что вы найдите представительство там где социальное партнерство найдите представительство защита в адрес у индивуальную можно каждому работнику написать доверенность об доверия поручая этому самым парик Teen вести переговоры и коллективно трудовые споры по вопросам затрагивающим моей индивидуальные интересы последние обязательно так что мы кстати от написаны не по эту дуальные интересы несколько и делю но им поручают чтобы они в общем этим занимались и это считается естественно вот эти вот доверенности вы их можете напечатать чтобы осталось только подписывать и разговор простой подходите к федерам и говорит ну я же знаете товарищ федерам вы же не будете ни за что бороться но подпишите нам тогда доверенность мы за тебя будем бороться таких таких борцов найдете очень много правильно потом да среди на порвет я сам буду бороться вот это наша задача и этом и вот с этим мы можем вступить переговоры как только у нас будет больше половины или другую конференцию соберете или вот эти наши оппоненты говорят а мы собираем подписи как же собираем подписи за то что правосоюзу поручить от нашего имени устать уже это доверенность это они подписи в связи с тем что организация этих переговоров уже конкретно на это мероприятие на переговоры по изменению и дополнению коллективного договора как соберете больше половины подписи все за вами больше 50 процентов составляете общий протокол идете к начальству требуете что освободить на три месяца и сдать приказ издать приказ о начале переговоров в соответствии с кодексом он не может уйти от этого и на три месяца с оплатой по среднему еще вы делаете вот эти три месяца вам даны дает буржуазное государство и платят деньги чтобы вы ходили по коллективу и теперь уже собирали людей на забастовку три месяца три месяца будете агитировать каждый день как на работу на работу не ходите а только ходите объясняете все равно но некоторые большинство товарищей думать что родной отец директор пойдет на встречу и так далее но поскольку вас переговоры будут идти значит два часа посидели не в неделю остальное вы в коллективах почему потому что вы же представитель а представители вы без коллективов ничего не можете сказать вам вот на переговорах говорят надо вот так вот сюда хорошо поставить я пойду в большом балде я в меньшую балда меня поручили я вот их спрошу они потом приходит до меня чуть не убили когда я рассказал что вы предлагаете нет это мы не можем с этим согласиться и дальше пошли то есть вот три месяца работы в коллективе а вот после этого тогда уже могут начаться все знают точно я вам еще раз могу подтвердить я и другие знают что ни один хороший коллективный договор без забастовки не был при ни один никогда и не кем но это понятно вы у меня хотите несколько миллионов вытащить из кармана попробуйте меня вытащить не давайте чтобы они у меня вытаскивали у меня охрана и вообще у нас частная охранная структура сейчас из бандитов о чем разговаривать какие люди могут быть на эту тему поэтому только забастовка собственно забастовка у нас на на острие это так сказать мы дальше будем это дело развивать до советов поэтому мы понимаем что мы делаем мы решаем текущие задачи по улучшению жизни рабочих и одновременно выполняем свои задачи фундаментальный самый главный мы ведем политическую бар это все политическая борьба почему политическая потому что борьба за завоевание сначала коллектива коллектив надо завоевать не власть мы еще коллектив не за коллектив надо завоевать на свою сторону а потом уже завоевывать власть рабочий класс завоевывать Сначала власть, а потом ее удерживать, что не смог сделать рабочий класс в Советском Союзе. Не смог удержать власть. И как-то эта задача не ставилась. Дескать, все, ура, победа. Удержать. И до полного коммунизма довести диктору. А там она сама отомрет. Вот и все. Очень все просто. Желаю всем успеха. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ